привет друзья меня зовут наталья качанова роутс и я как всегда рада видеть вас на своем канале хочу поделиться с вами жизненной историей одной из моих клиенток с ней мы познакомились почти три года назад она сама из казахстана она участница моей группы на facebook как удачно выйти замуж и собственно брала у меня консультации и запросы и был один я хочу замуж наталья что мне для этого делать на тот момент ее обращение не было 38 лет ее сыну было 11 и она однозначно для себя выбрала страну проживания америку ее взгляд был только направлен в этом направлении она брала на несколько консультаций и наши с ней общение прервалась на том моменте когда она познакомилась с американцем и он не сделал предложение у него была туристическая виза они с сыном ездили к нему к следует отметить что она сразу не он приезжал к ней а она поехала к нему он купил круиз это было она мне тогда вот писала боже мой такая красота впервые на круизном лайнере и я конечно понимаю эти все эмоции потому что когда я тоже первый раз поехала в круиз но это было очень такое приятное удивительное событие в моей жизни и вот несколько дней тому назад она вновь ко мне обратилась с запросом на консультацию она здесь уже живет практически 9 месяцев и она очень недовольна своим браком она официально вышла замуж сейчас в процессе оформления документов на грин карту как жена чем жена недовольна спросите она недовольна всем тем что делает или как она говорит не делает ее муж я видела как как и тяжело как она эмоционально подавлена но во первых я понимаю что социальная адаптация это тоже немаловажный момент потому что ты переезжаешь из одного социума в другой дети обычно быстрее переносит легче мальчик пошел в школу здесь в Америке ему пока все нравится и он неплохо успевал у себя дома и здесь хорошо учится поэтому у него как бы особых проблем нет и с языком и дети вообще очень быстро воспринимают язык и находят себе друзей и у него были сплошные жалобы на мужа и тогда я сказала ты знаешь для того чтобы но я не понимаю этой ситуации я испытываю я интуитивно понимаю что мне не хватает второй половины и мы договорились о скайп встрече они вдвоем пришли на консультацию если так можно сказать онлайн хороший мужчина он всего лишь на 10 лет старше ее работает менеджером по продаже машин в автосалоне и я ему сказала вот ты знаешь какова вот чем цель запроса он говорит да я знаю потому что у нас последнее время очень напряженные отношения я не понимаю что происходит я буду рада если вы мне нам поможете и вот этот мужчина говорит когда мы познакомились и только переписывались общались она постоянно говорил мне ничего не нужно я так счастлива что я встретила тебя ты такой замечательный ты такой заботливый такой внимательный ты повез там нас нас в круиз ты купил моему сыну планшет я никогда даже не могла представить что мужчина так будет заботиться и он говорит что она вообще даже не озвучила никаких желаний я понимал что все то что я ей даю она принимала на тот момент с благодарностью а вот сейчас когда она переехала сюда и мы уже живем вместе я не могу понять откуда у нее появилась у нее постоянно какие-то требования купи мне другую машину ты недостаточно зарабатываешь он говорит что я даже не хочу идти домой потому что она постоянно предъявляет мне какие-то претензии она постоянно что-то хочет и я уже устал и я чувствую это здесь была его самая главная фраза и он говорит вы понимаете у меня такое ощущение что она мне просто использовала если в начале наших отношений я был счастлив потому что мне казалось что я женился на женщине которая любит меня то сейчас у меня ощущение что меня просто обманули использовали и я домой практически не хочу идти было интересно наблюдать за женщиной в этот момент как она реагировала на слова мужа у него кстати хороший английский язык многие вещи для нее были откровением кое хочу подвести итог вот этой ситуации конечно же мы какие-то моменты обсудили для конкретной семейной пары и и мы договорились еще о последующих консультациях чтобы они смогли выйти из этого ну условно говоря эмоционального затыка такого который попала эта пара собственно суть в чем в той ошибке который допускают многие женщины страны снг потому что мы боимся показаться материалистками что мы гонимся за деньгами что нам нужны какие-то материальные блага а нам не нужен мужчина и женщины очень редко проговаривают вообще с мужчиной а как ты видишь семейную жизнь а какие ты видишь свои обязательства мои обязанности по дому как ты видишь свои взаимоотношения с моим ребенком или как бы ты хотел видеть взаимоотношения мои с твоими детьми если они есть от первого брака да то есть многие вещи женщины думают что они как-то потом образуются в ходе жизни они потом и образуются как-то не совсем так как ты ожидаешь конечно даже если вы проговорите это не означает что будет точно так же как сказал ваш мужчина потому что многие вещи какие-то меняются он сам меняется какие-то события происходят во внешнем мире но по крайней мере у вас всегда есть база от которой вы можете оттолкнуться и сказать а ты помнишь мы с тобой вот говорили вот так вот так вот мне это нравилось как ты думаешь возможно ли сделать вот таким образом как ты говорил тогда а не так как сейчас что можно для этого сделать понимаете не превращаться в капризную неудовлетворенную женщину а подумать что я могу сделать сама для него было интересно наблюдать опять вернулась к этой паре когда я ее повез в круиз он говорит вы знаете я себя чувствовала самым счастливым мужчиной мне так нравится она всем восхищалась ей все нравилось мне нравилось как ребенок радуется вот этой поездке я чувствовала что я вот что-то могу в этой жизни что я вот сделал счастливой эту женщину он говорит сейчас чтобы я для нее не делал она ничему не радуется и тут же звучит ее фраза а что ты такого делаешь для меня ты же мой муж ты обязан это делать девочки те из вас кто строит сейчас отношения пожалуйста я вас очень прошу проговаривать и если ваши отношения уже вышли на фазу каких-то серьезных отношений когда вы уже где-то начинаете проговаривать возможности совместной жизни не стесняйтесь запишите для себя как вы видите вашу семейную жизнь что бы вы хотели получать ваши ожидания смотрите не требования но не только ожидания от мужчины подумайте и послушайте что мужчина хотел бы от вас получить готовы ли вы это ему давать способны ли вы это ему дать а не потом когда начинается семейная жизнь рутина безусловно накал страстей эмоционально он уходит возникают другие отношения вложение забота друг о друге вывод замужество когда мы говорим замужество и мы получаем свидетельство о браке или как в нашем американском случае marriage license это не означает что вы получили в пользу полное пользование себе мужчину и теперь можете им пользоваться как вам удобно подумайте что вы даете в браке что вы способны дать в браке вы даете по максимуму или даете сейчас совсем чуть-чуть но ожидаете в свою очередь со стороны мужчины максимальное соответствие вашим ожиданиям и требованиям даете ли вы ему ту форму любви ту форму поддержки которая нужна ему а не ту которую вы можете дать с барского плеча и опять таки еще вот мысль пришла по поводу вот этой семейной пары она очень увлеклась процессом адаптации сына и собственными эмоциональными переживаниями и я вот здесь тоже хочу сказать девочки если вы попадаете в эмоциональную ловушку социальной адаптации когда вы чувствуете что вам тяжело что вам сложно и вы не хотите рассказывать родителям что ой я делала ошибку или и возможно вы еще пока не обрели здесь подруг своих соотечественниц или русскоязычных женщин или американок неважно с кем бы вам хотелось поделиться найдите кого-то это может быть онлайн консультант кот психолог психолог это неважно человек который вам даст профессиональную помощь и объяснит что этот процесс завершится важно чтобы он не завершился вашей депрессией а когда вы накручиваете себя женщина накручивает себя и создает вокруг себя настолько негативное поле в котором никому не хочется находиться конечно результат не всегда будет утешительным и замечательным итог вывод номер один в процессе построения отношений с мужчиной не стесняемся задаем вопросы проясняем свои ожидания не забываем прояснить ожидания мужчины вывод номер два когда в вашу жизнь пришло счастье и вы встретили своего мужчину и вышли замуж не забывайте говорить ему ласковые слова не забывайте любить его не забывайте что он точно так же как и вы испытывает какие-то эмоции не забывайте что с ним нужно точно так же разговаривать как и вы ждете чтобы с вами кто-то поговорил и злил вам помог вам излить душу найдите в друг друге источник вот такой эмоциональной поддержки вывод номер три если вы хотите чтобы ваша семейная жизнь была счастливой понаблюдайте за собой если вы в данную которая бесконечно чем-то недовольна и постоянно указывает на ошибки что-то требует как только вы заметили этот фактор в своем поведении остановитесь тут же потому что такая модель поведения никого не делает счастливым ни вас ни ваше окружение поэтому скажите себе стоп вывод номер четыре если так сложилось что вы попали в сложную эмоциональную ситуацию вам действительно сложно самой выйти из этой ситуации вы не знаете как правильно поговорить со своим супругом посмотрите вокруг но столько профессиональных психологов в вашем городе сегодня онлайн возможностей масса вы можете найти психолога консультанта коуча по любым жизненным вопросам не замыкайтесь себе не жалейте деньги консультация не стоит так дорого как стоит дорого ваше эмоциональное здоровье и эмоциональное здоровье вашей семьи я желаю вам друзья мои мудрости выйти замуж помните такую поговорку выйти замуж не напасть главное замужем не пропасть вот помните об этой мудрости и помните о том что ваша мудрость начинается уже после того как отзвучали свадебные колокола и вы начали строить вот здесь вы только начали строить свои отношения свою семейную жизнь до встречи рада была видеть вас ну и конечно же комментируйте ставьте лайки подписывайтесь буду рада вам до встречи пока пока до встречи